Мастер и Маргарита В 1653 году в России произошло знаменательное событие. В стране появился первый генерал. Царь Алексей Михайлович присвоил это звание шотландскому полковнику Александру Лесли, который с той поры именовался вполне по-русски Аврамом Ильичем. Потомки славного генерала продолжали его дело еще долгие десятилетия. За свое новое отечество они сражались и на море, и на суше. Шотландцы на российской службе. У нас в гостях Ирина Лесли, представитель славного рода Лесли и историк Дмитрий Федосов. Здравствуйте. Ирина Лесли, представитель шотландского рода Лесли, родилась в Москве. Окончила факультет автоматизации университета печати, дизайнер печатной продукции. Дмитрий Федосов, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник. Автор книг и публикаций в том числе «Рожденная в битвах», «Шотландия до конца XIV века» и Патрик Гордон, дневник. Род Лесли весьма древен. Все мы, конечно, от Адама происходим и от Евы Вестима, но разница в том, что мы знаем о своих предках. И вот как раз большая радость, что Ирина Николаевна смогла сегодня как прямой потомок рода нас посетить. Они с сестрой Ольгой занимаются давно историей рода. И замечательно, что смогут поделиться с нами своими личными впечатлениями и теми богатствами семейных реликвий, которые у них хранятся. Мы даже сейчас должны сказать, что вот клетка шотландская. Да, аутентичная вполне. Совершенно. Хотя их несколько. Там три, по-моему, главных клетки летают. Охотничьи, так называемые. То есть охотничьи. Очень уместно. То есть все у нас так, как должно быть. Спасибо. Совершенно. Но что касается самого рода, то по преданиям, это XI век, то есть времена короля Малкома III и святой Маргарет Шотландской. Это, собственно, супруга ее Малком, победитель Макбета, известного не только легендарного, а и реального короля Шотландии. Но по грамотам, по документам, род прослеживается с конца XII века, что тоже очень неплохо. Мягко говоря, я думаю, что очень немногие русские дворянские роды, их потомки ныне могут похвастать такой прямой линией родословной, как род Лесли. Род этот дал несколько знатных ветвей в Шотландии. Это графы Ротес, герцоги даже одно время, графы Лесли Мелвил, Ливены, как они титул вносили, ну и ряд других менее громких родов, но тоже весьма знатных. В России, собственно, они появились не сразу, а до этого оставили свой след в истории многих других европейских стран, таких, как, скажем, Речь Посполита, Польско-Литовская держава, Германия, Швеция. И вот именно из Швеции, напомню, в Россию окончательно прибывает человек, который стал родоначальником этой фамилии. Произошло это зимой 1629-30-го годов, когда Александр Лесли, тогда полковник шведской армии, по личному указанию знаменитого короля Густава Адольфа, прославленного реформатора шведской армии, полководца, прибывает с военной миссией в Москву. И этот человек, Александр Лесли, набирает для Михаила Федоровича, Романова царя, первые полки иноземного строя, построенные по западному образцу, с чинами, организацией, вооружением. Он не только вербовал в протестантских странах западных солдат и офицеров, но еще и вооружал их мушкетами, клинками, то есть западным оружием. Это, по сути, была первая большая военная реформа в России по западному образцу. В 52-м году знаменитая церемония крещения в Чудовом монастыре. Его крестный отец не кто-нибудь, а боярин Илья Данилович Милославский, тесть царя и, по сути, наш премьер-министр. То есть, в сущности, Лесли становится из Александра, как он именовался, Авраамом Ильичем, как уже сказано, и также его семья, жена и двое детей принимают тоже православие. И с этого времени, с 52-го года, он окончательно уже обоснуется в России, получает большие поместья в Смоленских местах. И, собственно, как мы увидим из дальнейшего разговора, Смоленщина и была колыбелью, так сказать, русских Лесли, хотя они имели часто связь и с другими частями нашего государства. И я думаю, что тут мы подходим уже ко временам Петра Великого, при котором служили потомки, а именно дети и внуки родоначальника. И в частности, к Полтавскому сражению. Непреложный исторический факт, что в этот день, 27 июня, по старому стилю, в Полтавском сражении был ранен и указывался среди потерь русской армии, хотя он выжил, видимо, и продолжал служить. Гренадирский, как тогда говорили, гренадерский полковник Лесли, скорее всего, Василий Иванович, больше некому быть. Это, собственно, у нас получается правнук первого русского генерала. И как раз мы, собственно, здесь выходим на то интересное обстоятельство, что эти полтавские места, как мы сейчас услышим, сыграли в жизни рода и его представителей, славных воинов, очень большую роль. Историю рода наши предки, они, в общем-то, всегда знали и хранили. Написано несколько книг о Лесли, еще до революции. Какие-то артефакты сохранялись в семье, в частности, портреты, фотографии. Кроме того, вот моя бабушка, которая была замужем за Лесли, и сама урожденная Лесли, так сказать, Лесли в квадрате, она дожила до 102 лет, и, ну, я считаю, это уникальный случай, и сохранила твердую память. Много рассказов мы знаем от нее. Мы хотели рассказать более подробно о полтавских местах и о том, как судьба Лесли была связана с этими местами. То есть вот о полковнике раненом Гренадерском я уже упомянул, но вот то самое место, где, ведь я напомню, что главная, собственно, трофеи, и, по сути, главная победа была одержана, конечно, под Полтавой, но, по сути, под Переволочной, то есть на Днепровском знаменитом перевозе, одной из главных переправ через Днепр на протяжении всей истории, где сдалась, собственно, основная часть шведской армии, преследуемая князем Меньшиковым, с отрядом численно сильно уступавшим шведским войскам. И вот как раз это место Переволочно, как мы сейчас услышим, и было очень значимым. Ну, собственно, я хотела рассказать просто об одном эпизоде. В начале февраля 1737 года татарский отряд перешел через скованный льдом Днепр и двинулся дальше на север, по Полтаве. Это русско-турецкая война. Да, это русско-турецкая война 1935-1939 годов. В это время генерал-майор Георгий Лесли, кстати говоря, это внук первого русского Лесли Александра, он находился с небольшим отрядом Драгун, приблизительно в 100 человек, в Приднепровской степи. Татары напали неожиданно, и Драгунам пришлось принять неравный бой, в котором большинство из них погибло. Тяжело раненый погиб и сам генерал Георгий Лесли. Его сын, также Георгий Лесли-младший, он также принимал участие в этом сражении и, защищая отца с небольшим количеством оставшихся в живых Драгун, попал в плен. Эта история, она достаточно широко известна. То есть о ней можно прочитать даже в художественной литературе. В частности, у Пикули в «Слове и деле» об этом достаточно подробно рассказывается. Но самое интересное, с моей точки зрения, начинается потом. Дело в том, что генерал Георгий Лесли был похоронен в Спасо-Преображенской церкви в Великих Сорочинцев. С 1732 по 1734 год его устроил любимый гетман и известнейший гетман на Украине, это Даниил Павлович Апостол. В 1734 году апостол умер и был похоронен в этой церкви. Впоследствии там были похоронены... То есть это стало его семейной усыпальницей. Там были похоронены все члены его семьи. И вот в этой церкви и был похоронен Александр Лесли, Георгий Лесли. Кроме того, эта церковь еще интересна тем, что в 1809 году в ней крестили нашего знаменитого писателя Николая Васильевича Гоголя. В 20-е годы прошлого столетия большевики ее полностью разорили и уничтожили оба склепа. А в 90-е годы прошлого столетия дальний потомок апостола Кристофер Моравьев-апостол восстановил этот храм. Естественно, ничего не удалось восстановить из внутреннего братства. За исключением вот этого деревянного иконостаса, о котором Дмитрий Геннадьевич говорил. И воссоздать, как выглядело захоронение генерала Георгия Лесли, мы можем исключительно по архивным документам. За правым клиросом была расположена металлическая дощечка с эпитафией. Эпитафия была достаточно длинная, написанная 44-мя силабическими стихами, которые были популярны в то время. В этой эпитафии воспевались подвиги Георгия Лесли, отца погибшего, и Георгия Лесли-младшего, который был взят в плен. А в конце этой эпитафии был нарисован циферблат со стрелками на цифре 8. Очевидно, это время смерти генерала. И была надпись на латыни «Так и течение совершив». Еще интересно, что похожий циферблат был именно на могиле апостола. И вот возникает вопрос. Почему же, собственно, генералы Лесли везли почти от самой Полтавы, от самого Днепра, так далеко? Там больше 100 верст, по-моему, получается. Да, где-то около 120 верст. Почему его не похоронили в каком-то более почетном, в другом почетном месте? Возможно, Георгий Лесли был родственником апостолов. Так нам, например, до сих пор неизвестно имя его матери. Может быть, его везли туда на лечение. Он уже скончался от ран, находясь в Сорочинцах. Но так или иначе, вопросы есть, и их много. Ответов нет. И судьба сына очень интересна, потому что он ведь был весь изрублен, по сути, будучи очень молодым человеком, попал в плен турецкий. И, по-моему, в 1940 году, если я не ошибаюсь, был выкуплен из плена. Причем, прожив несколько лет в Царьграде, в Константинополе, он мог вполне овладеть языком. И известно, что в дальнейшем он принимал участие некоторые в русско-турецких переговорах. И сохранился его чудесный портрет. Кисти, возможно, итальянского художника, потому что там итальянская надпись с гербом Лесли. И почему-то он именуется графом Конте, хотя Лесли графский титул не носили. Но вот этот человек как раз очень любопытен еще и тем, что это, по сути, первый представитель рода, внешность которого нам известна. После того, как Георгий Лесли-младший сумел освободиться из плена, всю свою жизнь он традиционно посвятил служению в армии. И даже я отмечу, что Екатерина очень высоко ценила его службу. И отставлен он был именно по ее указу генерал-лейтенантом. Лесли практически в себе срок этого явный, прежде всего. Да, да, да. Что можно сказать про этот портрет? Где-то в середине XVIII века, как известно, европейские государства начали войну за раздел австрийского наследия. Да, война за австрийское наследие. И как раз были затронуты российские интересы. Россия решила послать на помощь морским державам, то есть Нидерландам и Великобритании, вспомогательный корпус. Командовать конными гренадерами как раз было поручено Георгию Лесли-младшему. Когда их корпус уже прибыл к месту назначения, был подписан Ахенский мир, и им не пришлось участвовать в боевых действиях. Тем не менее, им пришлось на чужбине взимовать. Это 1748 год. Совершенно верно, да. 18 октября, если не ошибаюсь. Война за австрийское наследство. Военные столкновения европейских держав, длившиеся с 1740 по 1748 год. Было вызвано попыткой раздела владений дома австрийских Гартбургов. Согласно указу императора Карла VI, все наследственные земли Гартбургов были нераздельны. А престол, в случае отсутствия у него сыновей, должен был перейти к его старшей дочери Марии Терезии. Когда Карл VI умер, права наследницы были оспорены государями Баварии, Саксонии и Испании. В начавшейся войне столкнулись две коалиции. Франко-прусско-баварско-испанская и австро-англо-голландская. На стороне которой выступала и Россия. Там еще есть замечательная история, совершенно с этим же человеком связанная. Одна из родовых реликвий, которая ныне хранится в историческом музее, и выставлялась даже нередко, это большое серебряное блюдо, даже с позолотой, если я не ошибаюсь, принадлежавшее вот именно этому генералу Лесли. И там очень любопытное изображение содержится. Ну, во-первых, герб рода. Я хочу напомнить, что герб рода представляет собой, ну, в исходном варианте, в серебряном поле, на лазоревой перевязи, три пряжки. Связано это с легендой, возводящейся к XI веку, когда королева Маргарет, впоследствии причисленная к лику святых, переправлялась через бурный поток. Герб, основатель рода, Бертольф, ее сопровождавший, якобы предложил ей свой пояс, чтобы ухватиться за него, поскольку опасная была переправа, и она боялась не удержаться в седле. И тогда она ему крикнула, держи крепче. Собственно, крепфаст, вот этот самый девиз их, и сохранился в таком виде. Но когда герб принимался в России, в общем, не принято было, как правило, сохранять его в неизменном виде, и произошла перемена цвета. То есть, лазоровое поле, и на золотой перевязи три червленые пряжки. И вот именно на этом блюде серебряном этот герб изображен. Но там есть еще изображение, как ни странно, ну, может быть, это и не странно, православного святого, но необычного, я бы сказал, для рода. А именно святого Дмитрия Ростовского, то есть, урожденного Туптала, украинца, знаменитого, который был потом епископом в Ростове Великом, и составил вот честь именей знаменитые жития святых. Но почему это так? Вот как раз семейная легенда, по-моему, очень любопытно объяснит. Я еще хочу дополнить, на этом блюде был изображен, собственно, герб Лесли, но он сам по себе очень необычный. Он изображен в обрамлении военной арматуры. Пики, сабли, пушки, знамена, барабаны, все это указывало на то, что хозяин блюда был военным человеком. Блюдо принадлежало вот нашему герою, Георгию Лесли-младшему. Стоят на нем инициалы Георгия Лесли. И, что нужно подчеркнуть особо, стоит год изготовления. Это 1758 год. Блюдо это до революции хранилось в одном из ростовских храмов. И ученые предполагали и предполагают до сих пор, что по обычаям того времени оно, скорее всего, было подарено семьей владельца, напоминь его души. Но у нас, опять-таки, есть другие сведения. Дело в том, что вот какой документ мы смогли найти в архиве. Я хочу позволить себе цитату. В ноябре 1757 года полковник Смоленского гарнизонного полка Георгий Юрьевич Лесли неожиданно себе не заболел. Во всем корпусе его была великая ломота, а в голове жар и опухоль. Затем приключилась ему огневичная болезнь. В это время жена его, Фекла Даниловна, сняла с больного мужа мерку во весь рост, помолилась перед образом святителя Дмитрия, привезенным ею прежде из Ростова, призвала живописца и заказала ему написать образ того же чудотворства на холсте в сказанную мерку. Сделав заказ, она возвратилась к болящему и, к удивлению своему, нашла его пришедшим в память. Вскоре он совершенно выздоровел, а 1 марта 1759 года, прибыв в Ростов вместе с женой, объявил о своем исцелении. Вот мы видим, что клеймо, стоящее на блюде, указывает, что дата его изготовления 1758 год. А болезнь и чудесное исцеление это 1757-1959 год. Близко. Да, то есть сопоставляя эти факты, можно как раз сделать вывод, что блюдо было подарено не на помин души этого человека, а как раз наоборот, в память о чудесном исцелении. И после этого надо сказать, что он прожил еще 14 лет. Да, причем под корпусом, там имеется в виду явно не военный корпус, где он служил, а именно тело его. Кстати говоря, вот я упомянула его супругу, Феклу Даниловну Тумила Денисович. Сохранился портрет у 17 века. Вот, к сожалению, качество не очень хорошее, но это подлинный портрет. Просто не верится, что в наше время, пройдя столь страшные времена, сохранились родовые портреты. Действительно чудо. И вообще род сохранился. Если служили беспрерывно, прежде всего в военной сфере, преимущественно. То есть буквально одна эта семья только до революции дала 7 генералов, 7 полковников, 7 майоров, ну и огромное количество младших офицеров. Но были и другие примеры их отличия в другой службе. Вот при Екатерине, в частности, насколько мне известно, один из них оказался на золотых приисках. Да, это Игорь Васильевич Лесли. Причем это даже показывает размах их деятельности по всей Российской империи. Хотя Смоленск оставался вот таким родовым гнездом, но вовсе не сводилась к Смоленской губернии. Но он все равно там оказался как служивый человек или как предприниматель? Нет, как служивый человек. Его туда послала Екатерина своим надсмотрщиком над золотыми рудниками, что интересно. И возвратился он на родину очень богатым человеком. По свидетельству очевидцев, даже спицы в его карете были из золота, потому что нельзя было вывозить слитки. Но тем не менее, несмотря на то, что эта должность считалась очень выгодной и давалась как бы в поощрение военным людям, для того, чтобы они немножечко могли отдохнуть от родных дел, эти пять лет пребывания на этой должности были одними из самых тяжелых в его жизни, потому что климат там был в Якутске, как вы сами понимаете, очень тяжелый. Да, 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 и удаленных от центра. А еще вот такой момент. Возвращаясь из Сибири обратно на родину, Иван Васильевич вместе с семьей попал в страшный шторм на Олени. Я, честно говоря, не знала до этого, что там бывают такие... Ну, река огромная, там береги не видно другого. Они выжили чудом, и во время этого шторма он молился и дал обет, что если им удастся выжить, то он построит храм каменный по возвращении. И свой обет он сдержал и построил не один храм, а 17 храмов в Смоленской губернии. Вот только один Иван Васильевич лезли. И каменный храм в селе Уварово, Еленинского уезда, он существует и действует до сих пор. То есть его можно видеть. Да, но при этом он еще счастливо избежал участия сибирского губернатора князя Гагарина, который, как известно, при Петре был казнен. И, в общем, конечно, соблазны губернаторства, воеводства и высоких чинов в Сибири. Не видно было чистоплотным. Ну, по крайней мере, да, нет у нас противных доказательств. Главная тема, конечно, породы лезли, неизбежно совершенно и хронологически, и по смыслу, это «Наполеоновские войны». Вообще славные страницы нашей истории. Уже сколько приблизительно Лесли к этому моменту служила в армии? Это же дни один и два? Да, это уже речь идет где-то о седьмом поколении, наверное. Но, опять же, трудно судить, поскольку там у родоначальника было два сына, и, соответственно, пошли две ветви рода, которые, в свою очередь, ветвились. И вот как раз мы сейчас более подробно об этом поговорим, ведь они участвовали в кампаниях против Франции, да и, собственно, во всех кампаниях военных, и 18-19 века. Но против Франции особенно, и как раз этот род, слава его во многом и связана с войной. Не только с Францией, конечно, как мы часто говорим, забывая, что речь идет о великой армии, то есть о коалиции держав, не случайно у нас говорили о двунадости языках. Да, и, конечно, испытание было тяжелейшее, тем более вспомним мы, что большая часть Европы, но если не считать Великобритании, Испании, которая долго сопротивлялась и вела партизанскую войну, была, по сути, либо покорена Бонапартом, либо в дружеских с ним отношениях. Германия была, по сути, поставлена на колени, это Иринский союз марионеточный, и, действительно, Бонапарт вербовал свои полки, причем очень боеспособные и далеко не худшие великой армии, из германских, в частности, земель, тут и Италию можно вспомнить, и поляков, конечно, которые поддерживали очень рьяно французов. И как раз здесь мы можем вспомнить, что ведь смоленские земли долгое время спаривались между Россией и Польшей, и поляки многие считали их исторически своими, и также надо вспомнить, что именно Смоленская губерния и была, первая Великорусская губерния, которая принимала на себя удары всех западных нашествий. После Немана-то Наполеон вошел именно туда? Именно, да. Ну, конечно, Белоруссия и Витебск, и это тоже было, но, собственно, Великорусская губерния, конечно, Смоленская. И именно в этой губернии, как мы помним, уже к этому времени, к началу XIX века, Лесли владели десятками сел в разных, ну, почти во всех уездах губернии. И более того, как мы услышим еще, губернский предводитель дворянства в это время Сергей Иванович Лесли, то есть вот это показатель влияния родов Смоленской губернии, который на протяжении многих лет занимал эту должность по выборам, переизбирался не раз. 17 лет переизбирался. Целых 17, там с перерывом небольшим. С небольшим перерывом, да. Причем его так ценили, что даже ходатайствовали перед государем о помещении его портрета во весь рост в Смоленском депутатском дворянском собрании. И это и было сделано потом уже после войны. Вообще говоря о партизанском движении, нужно пояснить, что здесь до сих пор далеко не все ясно. Что здесь много мифологии, восходящей к советским и до советским временам. Ну, скажем, знаменитые имена, вот на Бородинском мосту мы имеем имена знаменитых партизан. Конечно, Денис Давыдов прославленный, автоплестящих совершенно записок партизана 12-го года по стилю. Это великолепно. К вопросу о том, что у нас прозы не было, да, Пушкина. Но среди всех партизан этого времени, то есть Фигнерси, Славин, Герасим Курин и так далее, конечно, в советский период, в частности, да и прежде, подчеркивалась роль крестьян. Выходцев из крестьян, таких как Герасим Курин и Василиса Кожина. Ну, по понятным социальным причинам. Между тем, если заняться вопросом более беспристрастно и по источникам, то мы видим, что часто картина была гораздо сложнее, чем это представлялось. Но в частности Герасим Курин уничтожил и пленил гораздо меньше французов, чем один из его соседей по Богородскому уезду. Но поскольку он упоминается у Михайловского и Данилевского знаменитого, и был представлен государю и обласканным, и есть портрет Герасима Курина, вот он остался в героях, тогда как люди не менее достойные, как мы сейчас еще об этом поговорим, мы были обойдены. И вот в частности фамилия Лесли на Бородинском мосту в списке этих славных партизан не упоминается. У Давыдова в записках она, увы, не упоминается. Но факты говорят о том, что первые партизанские отряды были собраны, и прежде всего, раньше всего, именно представителями рода Лесли. Да, и сохранилось множество архивных документов и публикаций, которые об этом рассказывают. И подтверждают это первенство. И насколько мне известно, никто из историков-специалистов этот факт сейчас не оспаривает. Воевали дворяне из рода Лесли, которые в этот момент находились в своих усадьбах, организовывали крестьян. Но сама по себе эта идея, она могла возникнуть не иначе, как в помещичьей среде, которая была неразрывно связана с крестьянством и с народом. Знала, так сказать, их жизнь. И, собственно, вот как раз дворяне-помещики, они и являлись инициаторами народного ополчения. Народное ополчение 1812 года. Вспомогательные воинские формирования созданы в начале Отечественной войны. В народное ополчение входило всего до 300 тысяч человек. Из крепостных крестьян, ремесленников, мещан и других. Офицерский состав был представлен добровольцами-дворянами. Полки народного ополчения участвовали в Смоленском и Бродинском сражениях, в боях под Полоцком, Чашниками, на реке Березине и в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов. Почему-то в обществе и до сих пор и раньше было принято смешивать два понятия. Это военные партизаны и народное ополчение. Дело в том, что военные партизаны, они формируются исключительно из военных, из военного элемента. Профессионалы. В то время как народное ополчение, то есть название говорит само за себя, оно состояло практически исключительно из помещичьих крестьян, которые были не обучены, но тем не менее это нисколько не умаляло их героизма. С офицерами из отставных. Да, с офицерами из отставных. Здесь очень важно иметь в виду сроки. Потому что Давыдов, напомню, пришел к князю Багратиону, который много лет служил адъютантом, в самый канун Бородинского сражения, 21 числа августа, в Колодский монастырь, где была квартира князя Петра Ивановича, и предложил ему выделить небольшой отряд. То есть он-то хотел большой отряд. Но когда Багратион говорил со светлейшим, с Кутузовым, то в итоге Давыдову обещали всего 50 гусар и 150 казаков, из которых он получил только 80. Тот говорит, мало, но светлейший распорядился, и ничего поделать было нельзя. Но это было уже в конце октября. Да, и Давыдов ведь остался на Бородине, как он пишет замечательно в своем неподражаемом стиле, кто же покинет пир, когда стучат стаканы. То есть он остался в битве и только потом уже развернул свою партизанскую деятельность. А вот в случае с родом Лесли речь идет о куда более ранних временах, даже до Высочайшего манифеста. Совершенно верно. В начале июля 12-го года, еще до Высочайшего манифеста, до этого воззвания к дворянству, четверо братьев Лесли, Егор, Петр, Александр и Георгий, явились к смоленскому предводителю дворянства Сергею Ивановичу Лесли и предложили создать ополчение. Они, кстати, пятиюродные были братья, то есть уездный губернский предводитель и вот четыре этих помещика. Кстати, эти братья являются, в свою очередь, внуками Георгия Лесли, о портрете которого я рассказывала. Сергей Иванович Лесли, губернский предводитель, он одобрил эту идею, посоветовался с дворянами и направил государю-императору донесение о том, что дворяне предлагают составить ополчение. И вот вскоре последовало как раз высочайшее повеление Александра Первого о создании ополчения. А ресурсы какими обладал губернатор? Только помощь или все-таки что-то было конкретное? Тут просто надо сказать, что не все было так просто, потому что когда братья, их четверо было, и даже их старик-отец, отставной генерал, выражал готовность явиться, а сестра их, Варвара, тоже, хотя не могла участвовать непосредственно, как дама. Но, тем не менее, своих дворовых и крестьян прислала. Но дело в том, что не все дворяне далеко в Смоленске были в восторге от этой идеи. Один из них заявил прямо на этом заседании, какое ополчение? Синокос, люди нужны. На это один из лесов ему сказал, ну, готовьте фураж для неприятелей. И так оно и получилось, побольше заготавливайте. Но, тем не менее, все-таки восторжествовала патриотическая точка зрения. И что касается ресурсов, ну, там речь шла о составе в 97 человек первоначально. Ну да, ну, нет, первоначально было 60 человек. Я думаю, от этого об этом... Да, более подробно останавливаемся. А в конце уже, после Бородина, 90 с лишним человек. Какое? Это были дворовые и крестьяне, вооруженные... Что очень важно, кстати, сказать, все это делалось насчет помещиков. Вся эта кампания проделывалась за счет Лесли. То есть, ну, мундиров у них как таковых не было, конечно, но оружие... И, кстати, вот что очень важно, они все были практически конные. На хороших помещичьих, заводских лошадях, что давало им возможность снести разъездную службу, аванпостную, прибирать пленных там и сям. Конечно, им трудно было и невозможно соперничать с регулярными частями, сколько-нибудь значительными противника. Но в качестве разъездной силы... Ну, противоводействовать, например, фуражерам они могли, маленьким отрядам. Конечно, что они и делали. Скорее всего, это и было, да. Что они и делали. То задача ставилась, скорее, не дать возможность организовать сбор провианта, сбор фуража для... Да, да. И там есть замечательные совершенно... А где действовали? С северной, южней, Смоленской дороги? Ну, на самом деле, я хочу сделать небольшое уточнение, потому что братья Лесли со своим партизанским отрядом принимали самое активное участие именно в военных действиях. И более того, я хочу сказать, что за все время этой кампании из 90 с лишним человек, ими было потеряно только убитыми 18 человек. То есть это фактически каждый пятый. А действовать они начали следующим образом. В начале июля еще дворяне только начали собираться вот после этого воззвания в Смоленск, как генерал-адъютант Винцент Героди потребовал как раз от губернского предводителя Сергея Ивановича, чтобы тот предоставил ему дворян, служивших в кавалерии, для того, чтобы составить небольшой отряд, ну, хотя бы человек 20 конных, и направить его под Красный к генералу Оленину. Дело в том, что у генерала Оленина не было своей конницы в то время. Братья Лесли вызвались первые. Через два дня прибыли как раз с полностью вооруженным отрядом в количестве 60 человек. И отправились к генералу Оленину. В чем, Красный – это ведь самый запад губернии. Это, по сути, граница с Витебсгой губернией. Да, это одно из строительных сражений было. Да, вот именно в начале августа. То есть, речь идет еще об июле месяце, когда другие партизанские отряды, если и формировались, то стихи не слышали. По-моему, война была, бой за переправу очень серьезный под Красным. Да. Ну, сначала, до битвы под Красным они несли аванпостную службу, делали разъезды. Открыв неприятели, первыми сообщили об этом генералу Оленину. А 2 августа, рано утром, еще до битвы под Красным, генерал Оленин вызвал охотников, добровольцев, для того, чтобы разведать в 20 верстах от Красного неприятеля, который там обнаружился. Вызвался один из братьев Петр Лесли. Ему дали небольшую команду, 20 драгон Харьковского полка, и он собрал все необходимые сведения. И уже возвращался к своим, как вдруг наткнулся в деревню Лучкина неприятеля. Он не увидел другого выхода, как вступить в бой. На самом деле, в неравный бой, но, может быть, смелость и решительность сыграли свою роль. Они захватили 9 конных пленных. И с этими 9 пленными... Регулярной кавалерии. Да, да, да. Регулярной кавалерии. С этими 9 пленными они начали возвращаться, опять-таки, к своим войскам. Но на этом приключения Петра не закончились. Дело в том, что, проезжая деревни, занятые в то время французскими мародерами, он каждый раз на этих мародеров натыкался, и каждый раз бывал ими преследуемым. И в один момент он обнаружил себя окруженным со всех сторон этими французами. Ему ничего не оставалось делать, как вместе со своими пленными бросятся в лес, где неприятель уже не стал их преследовать. А в лесу он встретил местных жителей Красного, которые сообщили, что город уже несколько часов занят неприятелем. Но, тем не менее, с помощью проводника, а какими-то окольными тропами, Петр и Лесли с отрядом вышли к генералу Оленину. И каково же было его удивление, когда он увидел своих разведчиков, которых считал уже давно погибшими, мало того, что выполнившими полностью его задание, еще и приведшими пленных. И в тот же день, так сказать, с корабля на бал, братья Лесли отважно дрались под Красным, а 5-6 числа были в деле под Смоленском. После того, как наши войска стали отступать по московской дороге, князь Багратион, узнав, что рядом находятся братья Лесли, призвал их к себе. Там одна из версий гласит, он спросил, а что за люди? То есть они же не в мундирах были. И мы сказали, вот отряд партизанских братьев Лесли. Да. Наговорил им кучу любезностей и оставил их при своем личном дежурстве. И, собственно, вплоть до Бородина они были при Багратионе. Включительно. Включительно, да. А в Бородинское сражение, опять-таки, по словам очевидцев, братья Лесли дрались как львы. Ну, и вот, как я уже говорила, пятую часть своего отряда они потеряли убитыми. А сколько лет им было к этому моменту? Они были в расцвете лет. Где-то, я думаю, по 30, около 30. От 20 до 35 лет. И все равно оставные считались. Да. То есть известно по источникам, что они были во фраках, но при боевых наградах. То есть совершенно есть тоже замечательная история, когда, в частности, у них были кресты за пресси Шейлау. Редкая награда. Ее вообще мало кто получал. И тем более после потерь, когда офицеры часто гибли, в общем, осталось их совсем немного. И сохранилось известие о том, что когда уже в 50-х, в конце 50-х годов Александр II посещал Смоленск, братья Лесли были ему представлены, ну, один из них, по крайней мере. И государь сказал, а что это за крест у вас? Золотой за пресси Шейлау. А это нынче большая редкость, сказал государь. То есть он даже не сразу узнал эту награду. Настолько мало людей уже осталось, кто ее носил. И надо еще сказать, что за этот поход, включая Бородино, и особенно за Бородино, конечно, один из них получил Владимира 4-й степени, и двое Анны 3-й. Тогда еще не было Анны 4-й степени. Да, 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 именно вот. Кстати говоря, вот хочу показать портрет одного из братьев-партизан, это Александр Дмитриевич Лесли. Ну, это уже портрет в Преклонном, естественно. Да, да, конечно. Поэтому я и спросил, чтобы... Вот, а так они служили в Драгунах, в Санкт-Петербургском Драгунском полку, кто-то в Гусарах. Они действовали таким образом вплоть до прекомандирования к Багратиону, и на обратном движении из Москвы тоже. Но надо сказать, что заграничный поход уже братья Лесли не проделали. Но, тем не менее, один из Лесли участвовал в заграничном походе. Да, но это... Большинство из них остались все-таки по разоренным своим имениям. Там тоже очень трогательные сцены. Вот как раз автор дневника, Александр Александрович, сын вот этого господина, описывает, что двухлетним ребенком вернулись они... То есть, ему было два года, с маленькой папенькой в разоренное имение, там остались только стены и соломенный пол. И вот этот ребенок, бросившись на солому, воскликнул, что вот хоть солома, да своя, да дом наш. Мы коснулись такого яркого эпизода Отечественной войны 19-го года, где род проявился с таким удивительным патриотическим порывом. Ну, собственно, наша программа и называется «Час истинная», чтобы попытаться... Ну, если не написать на Бородинском мосту еще раз новое имя, но хотя бы воспомнить это в памяти наших уважаемых зрителей. Кстати говоря, одна из улиц Смоленска вплоть до 1917 года носила... Из центральных улиц Смоленска носила имя Лесли. Сейчас это улица Герцена. Достойный человек, конечно. Надеюсь, в скобочках будет написано со временем. Да, хотелось бы. У нас еще впереди много ярких эпизодов. Мы так по эпизодам пойдем о вот такую родовую летопись из Лагатия. Собственно, это пример вклада конкретной семьи в историю и славу России. Вот я бы так сказал, да. И, наверное, следующим эпизодом, по нашему плану, будет у нас война крымская. Да, так называемая крымская, хотя все чаще... Это мировая фактически была война. Западная историография, восточная война. Ну и у нас тоже, поскольку Крым был лишь одним из театров, хотя и главным, но ведь, конечно, военные действия были и на Кавказе, и на Дунае, и на Балтике. И на Соловках, и на Камчатке. Да, да, да. То есть, действительно, размах огромный. Я хотел бы начать эту главу, этот фрагмент нашей беседы родовой легендой, которая мне была рассказана непосредственно одним из людей, ну, по крайней мере, причисляющих себя к роду. Это Роджер Лесли, британский гражданин, который обитает в Лондоне. Роджер Лесли, надеюсь, что он жив и здравствует, хотя человек уже не молодой. Несколько лет назад, когда он был в Москве, мы с ним встречались. И там не совсем ясна его, если честно сказать, причастность к роду, потому что он именует себя Лесли. Хотя на самом деле он говорит, что я Лесли Дмитревский. То есть, видимо, кто-то из Дмитревских, известного довольно рода, кто-то из дам, из представительниц этого рода, вышел замуж за Лесли. И таким образом, вот он себя причисляет к этому роду. И он рассказывал, что якобы на пороге Крымской войны, то есть, стало быть, в 40-е, видимо, годы XIX века, один из рода Лесли оказался в Великобритании. И, как он рассказывал, был причастен к нашей дипломатической миссии в Лондоне. Зная о своем происхождении, он направился в родные места, а именно на северо-восток Шотландии, где есть старинная барония Лесли, где до сих пор живут потомки и представители рода. И там он, естественно, был впечатлен волынкой. И даже настолько, что этот инструмент воспринял и овладел им неплохо. И вот, когда была Крымская война, он тоже был в Крыму. Уж не буду говорить точно, в каком качестве, но, как рассказывал этот потомок, наши применяли военную хитрость. А именно, этот самый представитель рода Лесли, русский, православный, брал волынку и по ночам, по вечерам перед британскими линиями, а там, как известно, шотландские полки составляли гордость и основу оккупационного корпуса британского, это знаменитая бригада горная, горца Аргайлы Саттерленд и так далее. Он играл на волынке, естественно, шотландцам не могло прийти в голову, что кто-то из противников так может владеть этим инструментом. И, в общем, как наживца, наши брали языков и допрашивали их, пленяли и так далее. И причем шотландцы народ суеверный, поскольку они теряли людей, то вскоре по британской армии разнесся слух о волынчике-призраке. И вот этот самый господин Роджер Лесли меня уверял, что отец его еще помнил в каком-то Костромском имении, а там действительно были владения Лесли тоже не только в Смоленской. Его отец помнил вот в каком-то чулане эту волынку еще. То есть вот такая история, она не подтверждена, конечно, документально, но, тем не менее, очень яркая и, я думаю, что... Ну, она вполне правдоподобная. Правдоподобная, да. Ну, а что касается документальной стороны, то, я думаю, мы сейчас услышим, поскольку есть документы, есть семейная переписка и дневники, которые говорят о том, что этот Род участвовал в Крымской войне очень непосредственно и явственно. И здесь мы не должны забывать, что Лесли служили не только в армии, но и в военно-морской войне. Мы говорим Род, а сколько приблизительно потомков Лесли участвовало непосредственно в Крымской войне? Ну, непосредственно в Крымской войне документальные свидетельства у нас есть только о двоих Лесли, о родных братьях Евгении Ивановича и Петре Ивановича Лесли. Евгений Иванович Лесли веселый храбрец. Его так характеризует Сергей Цинский в своей севастопольской страде. Он погиб при защите Севастополя. Его разорвало на мелкие части снарядом. Надо отметить, что его командир Бутаков очень ценил своего подчиненного. Он же был морской офицер. Да, да, да. Бутаков писал, что Евгений Лесли был всеми любим, и вряд ли у него были враги. А к его брату Петру судьба оказалась более благосклонной. Он всегда отчаянно дрался, был в самой гуще событий. Но об этом говорят хотя бы его награды. Он был награжден многими орденами и золотой саблей за храбрость. Но, тем не менее, он не был сколь-либо серьезно ранен или контужен. Сохранились его письма, в которых он сам свою удачливость объяснял помощи своего нательного крестика, который ему подарила бабушка. Вот он даже пишет, что ловит себя на том, что периодически проверяет, не потерял ли он этот крестик. Ну, в общем, такой вот оберег. Еще очень трогательно, мне кажется, его письмо. Своему отцу после гибели его родного брата Евгения. В нем Петр просит отца в память о погибшем брате отпустить, дать вольную крепостному человеку Евгения, который постоянно находился при брате и был ему очень предан во время войны. И еще хочется про Петра добавить, что в браке он состоял с Ольгой Владимировной Лыкашиной, очень богатой невестой. В преданное он взял восемь имений. Это смоленский ветрод тоже. Совершенно верно, да. Причем семь имений она раздала своим семерым детям, а одно оставила себе. Причем там, ну, понятно, что, вращаясь в своей среде, они прежде всего роднились со смоленскими дворянами, такими известными родами в части, как князья Друдские, Соколинские, Энгельгарты, ну и многие другие. И поскольку речь зашла о крепостных, тоже вот, может быть, пару слов сказать о том, о их состоятельности. Хотя, понятно, что род был многочисленный, и там были люди побогаче. А насколько многочисленный уже в Крымской войне был? Да, ну вот я, пожалуй... Хотя бы приблизительно. Есть родословная большая, составленная Станиславом Думиным, нашим известным историком и генеалогом. Это, конечно, огромный подвижнический труд. Надо сказать, что она от первого родоначальника, от 17 века до начала 20-го, до революции, насчитывает почти 300 имен. Только прямых носителей фамилии. Мужских потомков. Да, да. И причем это далеко не полное, видимо, древо. Несмотря на все усилия, оно все время пополняется. Но в Крымскую войну там ведь были очень многодетные семьи. То есть, бывало, вот как у этого господина, мемуарист известный, который дневник написал, он был одним единственным сыном. Там дочка Варвара умерла в младенчестве, ну, видимо, из-за лишения 12-го года. Ну, это как исключение. Да, а так, ну, бывало и по 10 детей, больше даже. Причем очень часто с экзотическими именами. Например, один морской офицер именовался Никанор Дормедонтович Лесли. Хочется сказать, что в этом роде, в роде Лесли, были не только славные мужские имена, но и женщины были выдающиеся. Вот мне бы хотелось рассказать про Ольгу Петровну Лесли. Это уже рубеж, наконец, 19-й. Да, это дочь как раз Петра, героя Крымской войны. Ольга Петровна Лесли, она людям, увлекающимся поэзией, известна как Ольга Хмар-Борщевская. Дело в том, что Платон Петрович Хмар-Борщевский был пасынком нашего знаменитого поэта Иннокентия Анинского. И как раз именно ей суждено было стать музой Анинского. Он ей посвятил несколько стихотворений. И именно к ней он испытывал самые доверительные чувства. Это мы мягко говорим. Да, но при внешнем благополучии эта история очень драматичная, трагичная и полная неразрешимых совершенно противоречий. Потому что эти люди, Ольга Петровна и Иннокентий Федорович, не смогли переступить через свое чувство долга перед родными. И до конца жизни оставались близкими друзьями. Одна из характеристик после смерти поэта именно Ольга Петровна была его душеприказчицей. Я еще должен сказать, что были очень крупные фигуры в этот период, в конце XIX века. В частности, генерал-лейтенант Александр Лесли, который служил в кавалергардах. И настолько он в конце XIX века был известен уже при дворе, что все его три дочери были фрейлинами большого двора. А носили имена? Капочка ББ и Шушу. Это были их домашние имена. На самом деле, Елизавета, Варваря и Александра. Ну, сохранились его портреты, фотографии, где он с орденами в полном облачении. И вот, кстати говоря, портрет одной из фрейлин Елизаветы. Фрейлина в XVIII начале XX веков придворное звание давалось представительницам знатных дворянских фамилий. Фрейлины составляли свиту императриц и великих княгинь. С 1744 года звание давалось незамужним женщинам. При назначении во фрейлины девушка получала так называемый шифр, то есть украшенный бриллиантами вензель царственной особы, в свиту которой она поступала. При выходе замуж это звание с них снималось, но они сохраняли право быть представленными императрице и получать приглашение на придворные церемонии в большом зале Зимнего дворца вместе с мужьями. Программа наша потихонечку уже близится к концу. Все-таки сейчас в самом конце сосредоточится, может быть, на одном из одновременно драматических и очень интересных эпизодов и рода Лесли, и истории страны через этот род. Это вот уже революция, но, может быть, немного и советский период. Один из представителей рода, Георгий Дмитриевич Лесли, кстати говоря, в думку автора дневника, о котором мы упоминали, после революции до конца остался верен своему долгу и служил полковником в легендарной дивизии Дроздовского. Был послан Дроздовским в его родной Киев вербовать людей для добровольческой армии. Да, и надо упомянуть, что Михаил Гордеевич Дроздовский, один из руководителей Белого движения, в своих дневниках несколько раз очень тепло упоминает о Лесли. Потомки Георгия Лесли, который служил как раз в дивизии Дроздовского, теперь живы и здравствуют в США. Да, ему удалось уйти из Крыма, в отличие от Дроздовского. А вот, кстати говоря, судьба одной из фрейлин сложилась трагически, и она после революции в 20-е годы умерла буквально от голода в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, чудовищный случай, когда известно, что помещики Лесли, владелец имени, и его родственница, пожилая уже дама, были просто убиты крестьянами, и головы их нанизаны на решетки родовой усадьбы. Такой случай тоже был в годы революции. Ну и в конце мне хотелось бы сказать, что среди представителей рода были не только военные, как может создаться впечатление, а необходимо упомянуть, например, нашего очень известного режиссера и преподавателя Гитиса. Его многие наши известнейшие актеры считают своим учителем и благодарны. Это Платон Владимирович Лесли. Он основал художественный драматический театр в Китае. С Платоном связана одна очень курьезная история, которую я хотела бы рассказать. В Вьетнаме он ставил кремлевские куранты. И одного из вьетнамцев загримуровали, так сказать, под классического Ленина. То есть это... Ленина. Да, Ленина. Ну, понятно, это Лысина и все прочие атрибуты. И вот на сцену выходит белый абсолютно Ленин Лысый и вокруг темные вьетнамцы. В общем, это произвело фурор. После этого приказали разгримировать их под вьетнамцев обратно. Кстати говоря, сведения о Платоне нам предоставила его вдова, заслуженная артистка России, Галина Ивановна Кожакина, за что ей отдельная благодарность. Но ведь там еще была очень яркая дама и в балетном мире, представительца вашего рода в это же время. Наталья известная как Красовская по псевдониму. Этот псевдоним она взяла по фамилии своей матери, а по паспорту она всегда оставалась Леслия, но сценически ее псевдоним Красовская. Вот, кстати, портрет известного художника Сорина. Она очень была хороша собой, даже в Париже в 30-е годы участвовала в конкурсе красоты среди русских эмигранток. И потом школу основала, кажется, в Америке. Да, 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 в свою балетную школу. Она звезда балета и дама редкого таланта, красоты и обаяния. Работала она с величайшими хореографами. Среди них Фокин, Баланчин. Дебютировала в Париже под руководством Бронислава Нижинской, сестры Вацлава. Красовская – это известное имя в истории русского балета. Да. В рубежной части его, конечно. Совершенно верно. В 1934 году она участвовала в туре по Америке вместе с Сергеем Лефарем. Хотелось бы сказать, что она была необыкновенно интересная дама, но очень острая на язык. Так у Чарли Чаплина, который был ее поклонником и специально приехал в Париж для того, чтобы поздравить ее с премьерой, она спросила, а что вы до сих пор что-то делаете в кино? Кроме того, она отличалась потрясающе совершенно независимым характером, надо сказать, присущим многим представителям рода Лесли. С этим связан тоже такой интересный, курьезный эпизод. Однажды менеджеры очень настойчиво давали ей указания по поводу того костюма, в котором она должна выйти к репортерам по приезде их поезда в один из городов. Она надела совершенно восхитительный черный наряд и вышла из поезда в нем. Но в руках она держала авоську с луком. И на вопрос менеджера, почему она это сделала, она ответила, потому что я люблю лук. Вот, ну это, конечно, веселый эпилог нашего, яркий такой острый нашего разговора, но, конечно, в пору говорить о трагедии рода, потому что вот это родословное, известное и до сих пор неполное, показывает, чего лишился один этот род, а стало быть и Россия, сейчас, в послереволюционную пору, в XX веке, потому что накануне войны, ну, я думаю, добрые сотни, наверное, носителей было имени, а может быть и больше в России, уцелели единицы. И сейчас вообще чудо, что Ирина Николаевна и предки ее вообще среди нас находятся, потому что... и чудо, что эти фотографии, замечательные портреты, мы можем хоть некоторые из них разглядывать, потому что огромное количество этих реликвий, конечно, погибло. В лучшем случае были вывезены за рубеж. Кстати, обязательно надо вспомнить Клиффорда Лесли, потомка одной из фрейлин, вот о которых мы говорили, не знаю, жив ли он в Америке, но он очень великодушно передал нашим сестрам Лесли все, по сути, свое семейное собрание фотографий и некоторых документов. И причем это было вот очень драматично. Его дом находится близ Сан-Диего, по-моему, в Калифорне, то есть вот где вот эти пожары ужасные были недавно, и известно, что эти места очень пострадали. И, в общем, даже страшно подумать, что бы было с этим семейным архивом, если бы он этого не сделал. И, конечно, ему большая благодарность и признательность. Кстати говоря, он написал прекрасную книгу на английском языке о роде Лесли. Вот чудо-чудо, что до сих пор есть люди, которые это хранят, и дай Бог им здоровья. И, конечно, вот на Смоленщине сейчас те немногие церкви, из десятков церквей, построенных этим родом, по всей губернии, по всей Смоленщине, сейчас начинают возрождаться отдельные храмы. Дай Бог! Вот и завершая нашу программу, вот, наверное, тот шотландский стержень русского рода Лесли, он и выделяет его в ряду других, не менее достойных фамилий, но, тем не менее, вот стержень всегда сохранялся. Я благодарю наших гостей за столь интересную и содержательную беседу. Ну, а представителю рода славного Лесли отдельная благодарность. Спасибо. Будут держаться крепко. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну, а с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы, как всегда, встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!